Какая вкусная малинка, красная, спелая. Полакомиться спелыми ягодами для мальчика – настоящее летнее счастье. Бабушка Лидия Курова для того и разбивала полисадник под окнами дома, чтобы витамины были прямо с куста и в любое время суток. Ну, конечно, удобно. Так вот, говорю, на первое время хотя бы оно всегда, как говорится, ни на рынок, ничего, та же зелень, лук там все, укроп. Все на первое время, как говорится, уже хорошо оно. Тяга к земле и страсть к огородничеству – отличительная черта жителей поселка Озерный. Помидоры, огурцы и гигантские кабачки – гордость местных хозяек. Красок и настроение добавляют цветы. В них поселок просто утопает. По просьбам жителей сюда завезли чернозем, который люди тут же распределили по своим участкам. А осенью будут еще и саженцы. Поселок преображается на глазах. По поручению главы администрации Самары Олега Фурсова, с улиц вывезли почти тысячу тонн строительного мусора. Он лежал здесь со времен строительства поселка. Заодно очистили и берег озера. Купаются здесь можно, лодки поставить можно, у кого есть катера здесь. Ставят так, что я, например, в город, я бы не поехал. Не было совершенно суета. Здесь спокойно все. Рыбалка рядом, никуда не надо ездить. Маленькая рублевка – так называют озерные местные жители. Это 17 трехэтажных домов. Пока здесь проживает более тысячи человек. Поселок был построен для переселения сюда жителей из ветхого и аварийного жилья. Наша задача, как администрации города, района, соответственно, сделать так, чтобы жители, которые сюда переехали из центральных районов, не чувствовали свою удаленность. В этом году должны будем здесь устроить разворотное кольцо для автобусов, которые здесь ходят маршрутные. И, соответственно, будет также сделана остановка, будет построен тротуар. В планах переход на более экологичный транспорт. В городском департаменте транспорта разрабатывают проект троллейбусного маршрута. Он будет проходить по Уральскому шоссе и охватывать не только поселок Озерный, но и совхоз Кряж и Южный город. Глава администрации Олег Фурсов держит на контроле выполнение поручений, которые он дал подчиненным после посещения поселка. Такие поручения, касающиеся насущных потребностей людей, крайне важно выполнять в восстановленные сроки и с хорошим качеством. Значит, у нас с вами не должно быть никаких здесь пробуксовок, потому что в центре нашей работы это внимание к конкретному человеку. Сейчас в работе вопрос с аптечным пунктом. Помещение найдено, ведутся переговоры с провизором. Сотрудники департамента потреб рынка промониторили в местном магазине цены и качество товаров. Покупать здесь оказалось выгоднее, чем в городе. У каждого есть дисконтная карточка постоянного жителя Озерного. По ней люди делают покупки со скидкой. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События.